Девушки отдыхают Девушки отдыхают По здоровому образу жизни По здоровому образу жизни Вот в первом части говорили Тоже про здоровый образ жизни И во втором части Тоже про здоровый образ жизни Только немножко с другой стороны зайдем О чем мы сегодня будем говорить Год экологии в России заканчивается Мы об этом как раз С Володей сегодня уже вспоминали И вот наши коллеги Я просто как-то забыла, что у нас год экологии, да? Согласитесь. Наши коллеги-экологи организуют очень красивый, интересный проект «Эко-красота и жизнь». Мы расскажем в сегодняшнем эфире, что же это такое, из чего будет этот проект состоять, для кого он, куда приходить, когда приходить, кому это будет интересно. И если успеем, затронем также экологическую премию «Отлично», которая у нас случается в конце каждого года. Итак, наверное, вопрос первый к Ольге. «Эко-красота и жизнь» — это, по-моему, у нас впервые. Не совсем впервые. Мы уже пробовали летом зайти с таким форматом на фестивале, который проходил 10-го, по-моему, точно дату, не помню, августа, тоже на площадке библиотики Герцена, только он проходил под открытым небом. Там у нас была секция ЗОЖа, там и гимназисты, которые в прошлый раз показывали, как следить за своей спиной, йоги, которые тоже показывали, как её выпрямить и различные упражнения. Выправить. Выправить, да. Расправиться. Выправить и выправить, в принципе, одно и то же для спины Владимира. Оттенок какой-то разный, на мой взгляд, есть. Также говорилось о том, как очень быстро сесть в шпагат, потому что вчера с коллегами обсуждали, что у молодёжи, в принципе, у населения, особенно у женского населения, есть такое, что «я хочу сесть на шпагат». А зачем ты хочешь сесть на шпагат? Ну, чтобы сделать красивое фото. И все забывают, что… Инстаграм рулит. Но все забывают, что шпагат — это не только красиво, но это ещё и здорово от слова «здоровье». То есть здесь мы будем на этом фестивале, который… Не фестивале, а дни красоты, который будем проводить. Это будет… Мы будем учить здоровому образу жизни, как себя поддерживать здоровым изнутри и снаружи. Но также здоровье не может быть без красоты, красота без здоровья. То есть мы ещё также покажем, каким может быть человек быть красивым. Так, я не понял, насчёт шпагата, вы по-прежнему будете учить садиться? По-прежнему будем учиться садить на шпагат, да. Кто хочет? Как это связано со здоровьем? Кто мне пояснит? Владимир. Да. Вот ты это спрашиваешь потому, что ты не девочка. Я не девочка, да. Ты не девочка, но… По голосу можно. Мы ещё визуально можем идентифицировать. Но на самом деле для всех девочек не только шпагат, а тот факт, насколько ты растянута, насколько у тебя рабочие подвижные связки, подвижные суставы. Подожди, я сейчас закончу мыслить свою неглубокую. От этого зависит то, насколько классно мы себя чувствуем. Вот бывает после новогодних праздников, мне кажется, у всех, не только у девочек, но и у мальчиков, вот ты чувствуешь, что ты вот прям закостенел за новогодние праздники, наелся оливье, пельмешек. Законсервировал себя этим всем. Да, и в тебе всё это плещется. И ты вот такой вот, действительно, закостеневший – это, наверное, то самое слово. А растяжка – это история про то, насколько комфортно ты себя чувствуешь. Это не история про то, садишься ты на шпагат или не садишься. Это история про то, насколько ты подвижен, насколько тебе комфортно, насколько психологически классно ты себя чувствуешь. Это вот про это. Но ещё не нужно забывать, что впереди у нас Новый год. И, как всегда, особенно у девушек бывает, что надо похудеть к Новому году, надо себя прибрать в порядок. Девушки, они такие, к лету надо похудеть, к Новому году надо похудеть. В общем, вся жизнь – это боль. Как хорошо быть мальчиком, да? Владимир, самый парадокс, что всегда начинает это с новой недели, с понедельника или с Нового года. Так где-то тут в сети нашла, что Новый год – это понедельник. Так что можно начать с понедельника и с Нового года – это время. Чистый лист, новая страница. Да, чистый лист. Поэтому здесь это мероприятие ещё актуально в тему. У нас есть время, особенно для девушек, которые хотят подготовить, выглядеть красивым на Новый год, ну и вообще потом и после Нового года. Вот, Оля, скажите, пожалуйста, при чём здесь приставка «эко»? Почему «эко»? Вот смотрите, вот здесь сейчас занимается экологией, подразумевается, нужно взять мусорные пакеты, идти собирать мусор, идти… Раздельно собирать мусор. Да, раздельно собирать мусор. Идти там садить деревья, воспитывать школьников, как нужно себя вести с окружающей средой в окружающей среде. Натуральная еда, одежда из несинтетики и так далее. Одежда из синтетики. Мне было очень смешно сейчас, вот до сих пор смеюсь. Это же раньше было кожзам, либо искусственная кожа. Дермантин. А теперь это «эко». Это сейчас модное слово «эко» — это тренд. Когда мы начинали заниматься вот этим всем «эко» в далёком 2010 году, тогда это было вообще никому непонятно, и все понимали, что всё-таки экология — это только уборка. Но сейчас есть такое понятие, как «эколист». Это новый «эколист». Это ничего общего с эгоистом нет. Это тот человек, который отказывается от всего, от ненужных вещей, переходит на минимум, то есть оставляет после себя минимальный экослед. То есть сортирует мусор, отказывается от вещей, как я уже говорила, но и следит за своим здоровьем. И вот здесь как раз и приходит связка экология и здоровье. Потому что если мы будем пичкать себя различными продуктами, которые продаются в магазине, то есть это те химикаты, ГМО и так далее, и прочее, то наш организм, он не будет «эко», под «эко» подходить, поэтому нужно начинать всё равно с себя. И здоровый образ жизни в Советском Союзе, я уже тоже вам писала в релизе, в Советском Союзе была такая фраза «в здоровом теле, здоровый дух». И вот здесь мы про эту фразу давно так забыли. Советский Союз тоже ушёл, но сейчас возвращается, в принципе. Так, так, так. О чём это сейчас? Это другая тема. Советский Союз возвращается. Переходим на «эко». И, в принципе, сейчас вот это здоровое теле, здоровый дух, он актуален. Потому что если мы не будем здоровы, мы не сможем ничего сделать. И мы не сможем спасти экологию в том числе. Ну вот так вот можно глубоко, не очень глубоко, но вот это вот всё взаимосвязано. А эти мысли-то они будут доноситься на этом мероприятии? Или там все уже люди подготовленные? В общем-то, не надо ничего объяснить. Нет, люди не подготовленные. Различная аудитория будет. Эксперты, они уже подготовленные, если так вот просто рассказывать. А обычно люди, кто приходит, они не обязательно вот ведущие, прям вот разделяющие ценности экологии и так далее. То есть всё равно мы проводим такое просветительское мероприятие. Ну, продолжение, да? Это, по большому счёту, продолжение того мероприятия, которое было в августе. Продолжение, расширение немножко как-то. Да. Если раньше мы занимались высадкой деревьев, сортировкой мусора, сейчас этим всем занимается. Помните, я вам тогда как-то год назад говорила, что мы готовим новые проекты. Вот это один из тех проектов из того новшества, что мы решили сделать. То есть мы решили просвещать не только то, что вот, ребята, пошлите субботник и парам-пам-пам, все мешки и убираем. Сейчас это делают все. Но о своём здоровье заботятся немногие. Поэтому, если мы сейчас не будем об этом задумываться, то что нас ждёт через 10-15 лет. Поэтому мы сделали здесь акцент именно на здоровье, на здоровый образ жизни. Это, в принципе, тоже экология. И когда мы вручали свою, кстати, первую премию, у нас была одна из номинаций. Причём она всегда немногочисленная. Это номинация «Здоровый образ жизни». Это свидетельствует о том, что мало кто занимается просветительскими мероприятиями. Все говорят, экология, ЗОЖ — это отказ от наркотиков, это профилактика СПИДа, ну и другие различные болячки. Поэтому мы и решили повернуть это в такое позитивное русло, что здоровье — это всё-таки здорово. Вот на этом месте нам нужно ненадолго прерваться. Буквально на минуту мы уйдём и ещё скоро вернёмся. Здравствуйте. Да, друзья, смотрите, многие девушки, выходя на улицу, смотрятся в зеркало. О чём у них первые мысли, как считаете? Полновата. А как меня будут оценивать окружающие? Что обо мне подумают, рядом идущие мужчины или девушки? Как я выгляжу? Насколько я красивая? Насколько я худая, в конце концов? Чё, правда, да, мы об этом задумывались. Нет, да. Девушки, да. Глядя в зеркало, он себя перед выходом на улицу. Давайте просто выгоним сметанину из студии. И отправим его к жене. Пусть он своей жене вопрос задаёт. Пусть он её спросит об этом. Дорогая, а когда ты выходишь из дома, ты думаешь о том, что у тебя пара лишних килограммов? Ну да. Или ты слишком худая? Хорошо, проехали. Лирическое отступление. Да, и многие девушки, к сожалению, не очень рады видеть то, что они видят в зеркале, в отражении зеркала. Наша цель мероприятия — это антикастинг. То есть это девушка, которая, неважно, как её ценят окружающие, она себя любит, она себя уважает, она себе нравится в первую очередь. И выходя на улицу, у неё внутренняя красота и сияние исходит из неё, что действительно она начинает нравиться всем окружающим. Поэтому мы хотим обратиться этим мероприятием, обратить внимание именно тем девушкам, которые, может быть, не уверены в себе. И у них на самом деле есть эта та внутренняя красота, то здоровье, которое они куда-то глубоко себе внутрь забили, скажем так, и никак не выпустят наружу. Вот мы поможем им это сделать, как раз нашими экспертами, потому что у нас будут и стилисты, очень интересные, очень известные в Кирове. Также у нас будут и мастера по красоте, мастера по здоровью. Мне хотелось бы с вами, дорогая аудитория, поделиться именно направлением wellness. Я, как мама двух детишек, очень забочусь вообще о здоровье детей, в принципе, и населения в целом. Я буду представлять шведский бренд, на самом деле, если мы рассмотрим, то в Швеции средняя продолжительность жизни это 86 лет. Задумайтесь, 86 лет это средняя продолжительность жизни. У нас, к сожалению, по статистике в городе Кирове, у мужчин это 52 года. Это плачевная ситуация, на самом деле. 52, откуда такие данные? Ну, были такие данные собраны, действительно. Ну, давайте, ладно, там официальному органу Минздраву оставим. Да, не будем об этом говорить. Ну, то есть, это как бы наблюдение среди моих окружающих лиц. И поэтому наша цель именно донести до людей, что сейчас нужно следить за своим здоровьем. То есть, неважно, что у тебя надето, да, там бренд, не бренд, вещи. Если у тебя нет здоровья, то никакая, как говорится, красота изнутри, никакой макияж, никакие прически не помогут именно тебе вообще жить весело, здорово, вдохновляюще, вдохновляет других. Так, а скажите, пожалуйста, как средняя продолжительность жизни связана с тем, принимает себя человек таким, какой он есть, или не принимает? Тогда, получается, мы не должны себя принимать, должны там заниматься спортом, худеть и быть здоровыми? Нет, как раз-таки вера в себя, вера в своё внутреннее состояние. Нет, как раз-таки как-то вы себя принимаете, потому что многие же живут, вот сейчас смотришь, солнышка у нас нет, да, все в какой-то депрессии. И именно вот то состояние внутреннее человека, да, которое мешает им вообще воспринимать себя таким, какой он есть, ему мешает. И тоже влияет на здоровье, потому что наша нервная система, как мы все знаем, да, это наши болячки. То есть будете рассказывать, где нам найти для себя какое-то своё внутреннее солнышко? Да, конечно, это тоже будет на нашем мероприятии. А кто у вас в экспертах? Кто будет учить? В экспертах у нас, именно внутреннее состояние, ну, у нас есть, во-первых, психолог, у нас также будет детский психолог, то есть который будет работать с детишками, пока мамы заняты вот обходом этих зон, да, скажем так, несколько зон будет. И психологи очень интересны. Психологи с детьми? А почему сразу? Нет, психологи с мамами или с детьми? Нет, психолог с детьми и психолог с мамами. А зачем психолог детям, если с ребёнком всё нормально? Нет, она будет именно играть, чтобы пока мама занимается, ходит по зонам, дети чувствовали себя комфортно. То есть это эксперт. Игровая, в общем, часть какая-то, да. Это не сразу там решение каких-то психологических тестов. Детский уголок, да, нет, никаких детских тестов, чтобы ребёнок максимально расположить ребёнка к той зоне, в которой он будет играть. То есть с этой целью, чтобы не просто там, когда тётя пришла, да, и начала там с ним тесты проводить. Тесты проводить. Нет, это просто будет игровая форма. Ребёнок, сколько букв, ты знаешь? Нет, тесты имеют в виду интроверт или экстраверт выяснить. Вот, также у нас будет представлена линейка продуктов именно для здорового образа жизни. То есть это те натуральные продукты, которые необходимы в наше время добавлять в рацион, так как всем известно, что наши продукты, к сожалению, оставляют желать лучшего. Некоторые из них, не говорю сейчас про все. И именно консультировать, наверное, мам по здоровому питанию детишек. То есть как раз-таки вот эти все колы, чипсы и так далее, насколько сильно они наносят вред и ущерб здоровью детей. Поэтому вот наша цель именно донести до населения, что мы все красивые, мы все умные, мы все счастливые и здоровые. Но все-таки колу с чипсами не надо. А, Желтана, опыт уже был такого общения с людьми? А опыт... Хочется понять просто, насколько положительно реагируют на эти ваши усилия. Усилий-то вы немало прилагаете. Но на самом деле положительно реагируют те мамы, которые действительно сейчас стали намного реже обращаться в поликлинику. То есть они уже фильтруют те препараты, которые назначают им, зная, что не всегда нужно что-то ребенку травить организм какими-то препаратами. Я сейчас ни в коем случае не обвиняю медицину нашу. Медицина у нас хорошая, к счастью. Но бывают такие моменты, когда действительно мамы не обращаются в поликлинику, начинают вплоть до каких-то лекарств без назначения врача детям давать. То есть вот наша цель еще донести до мам, что действительно нужно обращаться к экспертам, к специалистам. Ни в коем случае не думать свои какие-то мысли. Не назначать ребенку лечение самостоятельно. Не заниматься самодеятельностью. Да, не заниматься самодеятельностью. Хотя, наверное, за каждой мамой водится какой грешок-то, да? Когда что-то придумала. Да, мамы? А как иначе? А как иначе? Хочется же не навредить. Так, ну хорошо, смотрите. Проект «Эко-красота и жизнь». Это история о том, чтобы принять себя такое, какая ты есть. Это история про здоровое питание, история про здоровые продукты, про здоровье наших детей. Что еще? Про здоровье физическое также. И также у нас очень интересно... Там будет у нас ассоциация йог, кстати, Кировской области. У них есть такое направление, как психологическая йога. То есть они там со своей позиции тоже будут рассказывать очень интересно. Ассоциация йога, на мой взгляд, это ты просто сидишь. Это что? Это сидишь, просто ничего не делаешь, просто ты в голове представляешь, как ты... Я не эксперт в этом, поэтому я не буду говорить. Вы лучше придите сами, посмотрите, задайте им вопросы. Очень интересные люди, которые это представляют. Вот, и заодно познакомитесь. Потом, может быть, пригласите их. И также у нас нашей такой фишечкой будет, это у нас фотосессия для тех участников, которые придут. То есть на каждого участника будет отведено по три минутки, одна-три минутки, в зависимости от количества, где они смогут сделать красивые фотографии. Тут же, например, что женщине нужно для настроения? Просто накрасить губы. Вот они просто накрасят губы, к примеру, и сфотографируются с какими-то интересными, креативными аксессуарами, шляпками, что обычно редко кто делает в последнее время шляпки. А шляпки там будут? Шляпки будут, да. Или там мастер-класс будет какой-то там, свои. Да. Я просто тут разбирала свои шляпы, смотрю, что их у меня много, а как-то народ их не носит особо. Вот я одна такая в шляпах хожу. Вот я вижу, что профессиональные модельные фотографы поделятся секретами удачных кадров. Да. У нас будет фотограф, который... У нас будет два фотографа. Один, конечно, который репортажный. Это наш постоянный фотограф Сергей Юферов. Он везде ходит, фотографирует. Один из самых известных. Да, самых известных. Фотографов в городе. Это наш самый первый фотограф. Мы ему не изменяем уже лет, наверное, 12-15. Да, это вот стабильно. Мы знаем, что он сделает и сделает хорошо. И второй фотограф для нас новый. Это тоже Сергей. Он как раз студийное фото практикует. И как раз покажет, как сделать красивые фотографии. Расскажет, какие позы наиболее удачные. То есть он как раз будет работать на фотозоне. Все, все обрисовали основные моменты. Что там будет. Да. Мы, кстати, очень много внимания уделили именно прекрасной половине. А для мужчин? Для мужчин там тоже будут. У нас будут стилисты, которые расскажут о тенденциях мужской моды, мужской прически. Покажут это все. Если хотите, можете стать моделями. Пока еще места есть. Моделями в плане переодеть или в плане подстричь? В плане переодеть у нас немножечко не получилось. У нас эксперт в больнице. А в плане подстричь... Это выздоровление желаемое. Да, выздоровление ей. А в плане подстричь это всегда за... Не, не, не надо на меня смотреть. У меня это коротко там. Нечего стричь больше. Можно уложить. Уложить. Делать укладку. Химическую завивку еще можно. Да, ну то есть вот у нас будут два эксперта. Одна как бы практикует и мужскую, и женскую моду. А второй эксперт, Ольга Вожигова, она только мужской стиль. А психолог с мужчинами тоже можно было бы. Психолог, если есть желание. Боевой-то дух мужчин поднимать тоже как-то надо. Это же основа семья. Это мы с женщиной должны боевой дух мужчин поднимать. Вообще у нас такое мероприятие, где... Когда женщина будет светиться изнутри, и когда к ней тянется мужчина, у него тоже все в порядке. В общем, всем дарочкам на фестиваль поднять свой боевой дух, а потом поднять боевой дух своим мальчикам. Ну вот, да. Так нормально. Так устроится. Вообще у нас такой очень свободный фестиваль будет, где можно будет подойти к эксперту и непосредственно пообщаться один на один. То есть задать ему какие-то конкретные вопросы, которые вас интересуют, и эксперт ответит. То есть у нас предусмотрена и такая возможность. То есть у нас будет расписание. У нас будет работать секция и также индивидуальные консультации. Ольга, а это будет в Герценке конкретно где? Это читальный зал, большой читальный зал. Это в старом здании. Начало в 13 часов 10 декабря. Мы ждем всех желающих. И вот вся эта история будет проходить по очереди друг за другом в Большом читальном зале? Или параллельно вы поделитесь на зоны? Параллельно у нас будут разделены на участки, на такие вот секции. На зоны, да? Ну, зона мне не очень нравится, это слово. Хорошо, на секции. Вот, на секции, да. Где каждый участник, ему будет такой выдан маршрутный лиц, где он будет ходить, смотреть, также расписание, в какое время ему что интересно посмотреть, посетить, пообщаться. С 10 декабря, в воскресенье, с часу? С часу до 4. Три часа. Мы решили не затягивать наше мероприятие, потому что обычно затягиваешь, и сам устаешь, устают эксперты, дети и так далее. А, да, кстати, детей можно брать с собой. Для детей будет работать отдельная площадка. И еще у нас студия эстетической гимнастики, они готовят номера с детками. Какой гимнастики? Эстетической. Эстетической. Да, есть такая студия. Я послушал, эстетической гимнастики. Здесь можно будет посмотреть, как детки занимаются с мечом, с обручем. То есть, вот маленькие такие вот крошечки будут кидать мечи, обручи и так далее. То есть, тоже очень интересно, это будет красочно и зрелищно. Светлана, что ты хотела добавить? Да, я бы хотела добавить, что каждый участник мероприятия, который придет и посетит наши секции, получит в итоге визиточки от каждого эксперта. То есть, там будут все данные эксперта, как кого найти. И к ним они могут обратиться после этого уже индивидуально. То есть, там даже такие будут лояльные условия. То есть, кто-то даже бесплатно проконсультирует и по стилю, и по эко. В общем, такое мероприятие знакомства с возможным продолжением, это уже более тесного какого-то общения. Ну вот вчера я пока писала все эти релизы и сценарный план для наших ведущих. У меня возникла идея, может быть, что-то сделать, такую серию каких-то мероприятий, как раз связанных со здоровым образом жизни, с красотой. И, возможно, со следующего года у нас будет какой-то новый проект или, возможно, продолжение этой. Вот пока у меня такая идея в голове есть, но конкретно я ее еще пока не проработала и не обсудила с коллегами. Так что это надо будет все объединить во что-то одно. Ну вот давайте на этом месте уйдем на небольшой перерыв. Во второй части нашей программы я предлагаю поговорить про экологическую премию «Отлично». И напомню, что в студии у нас сегодня Ольга Шаклеина и Светлана Шевкунова, организаторы проекта «Эко-красота и жизнь». Сейчас уходим на рекламу и очень скоро вернемся. Меняют просто. Мы возвращаемся в эфир. Ни на минуту не прекращается наша дискуссия. Я напомню, у нас в студии сегодня организаторы проекта «Эко-красота и жизнь» Ольга Шаклеина и Светлана Шевкунова. Я думаю, тут будет уместно сказать, что Ольга Шаклеина один из главных, наверное, экологов-общественников, которые работают в нашем регионе уже, я даже боюсь вспомнить, сколько лет. Очень много. Да, с 2007 года, даже, наверное, 2008 началась моя именно экологическая деятельность. До этого я занималась другими тоже некоммерческими проектами, но немножечко в другой сфере, в сфере моды. Что, в принципе, сейчас объединяет. Ольга Шаклеина иногда признается, что проблем много тоже в этой сфере, и руки иногда опускаются, да, но все равно вот что-то вот внутри горится. Ну, есть такие люди, которые что-то делают, и без этого не могут никак. Я тебя понимаю, я тоже козерог, я понимаю тебя. Ты даже знаешь мой день рождения. Удивил. Продолжаем. Экологическая премия отлично. Экологическая премия отлично, которая будет в этом году уже, ну, вернее, в следующем уже, да. А в следующем году? В какой раз? В пятый раз. В пятый раз уже юбилейный. Ура, юбилей в этом году. Ну, в следующем я имею в виду. А мы в пятый год. Надо напомнить, что это такое еще раз. Экологическая премия отлично. Как раз сегодня вот за час до вас писала пост у себя на стене, выйдет он 13 или 12 декабря, как раз, чтобы не путать два мероприятия. Как вообще появилась премия отлично? Я думаю, тут будет уместно сказать об истории. А сижу я как-то в 13-м году заполняю отчетности в налоговую, ну, и различные. Там же очень много у нас государственных органов, которые требуют от себя отчетов, от тебя. Вот сижу, заполняю и думаю, как-то вот у нас активистов очень много. Было на тот момент. И как-то бы их отоблагодарить, потому что они очень много сделали за последние там три года. А это как раз были вот свалки в том числе? Это были свалки, это были посадки деревьев, это были фестивали первоэкологические. Ну, и там по таким мелочным проектам, я их называю как просветительские, в школы ходили и так далее, в СУЗы, в ВУЗы. Вот, и я думаю, как-то бы их надо отблагодарить за то, что они сделали. Потому что ребята делали это от чистого сердца, с большой душой. И вот у меня возникла такая идея сделать премию. Потом я стала долго думать над названием, и ничего лучше я не нашла, как «Премия отлично 5». Вот, поэтому отсюда и пошла эта история. Буквально мы за два месяца сумели и организовать премию, и найти партнеров. И тогда у нас участников было очень много. Мы уже в конце февраля, где-то перед 8 марта, вот в этот период, я помню, мы провели уже первое награждение, первой премии. Тогда у нас было пять номинаций. Потом мы решили добавить премию для предприятий. После чего мы вышли не только на Кировскую область, мы вышли и на всероссийский уровень. И география наших участников тянется от Брянска до Владивостока. Вот. Там очень интересные заявки у других регионов было. Но в этом году мы хотим провести премию непосредственно в городе Кирове. Потому что столкнулись с тем, что когда участники, например, из города Брянска и Иркутской области, это чтобы ему приехать в Киров на награждение или даже в Москву, это нужно очень много затратить. А премия у нас нематериальная, только сатуэтка, дипломы, поощрительные подарки. То есть это, ну, все равно это неэкономично получается. Вот. Поэтому мы бы очень хотели в этом году увидеть кировских участников, чтобы они смогли прийти, приехать из каких-то районов области. Это не так далеко. То есть уже не межрегиональное уровень? Мы делаем две в этом году. Одна заочная, да, это для, она всероссийская остается. Мы также будем посылать дипломы и статуэтки победителям. И очная, где ребята смогут поприсутствовать на награждении. Вот в таком формате. Мы убавили число номинаций. Мы убрали неэффективные, по нашему наблюдению, номинации. Вот ЗОЖ, опять же, который там 5-6 заявок, но как бы из 5-6 заявок выбрать 3 победителя, оно не совсем корректно получается, правильно. Поэтому мы решили некоторые номинации сократить. И у нас получилось всего лишь 3. Эко-гражданин. Это именная номинация. Традиционная. Традиционная, да. Она дается конкретному физическому лицу, именно физическому лицу, не юридическому, за вклад в развитие экологии и добровольства. Но он должен вам написать, при этом отправить заявку о том, какой он молодец. Здесь не заявка, здесь идет характеристика. Либо он сам на себя пишет, что он такой молодец, хороший. Расхваливает себя там. Да, расхваливает. Либо на него кто-то пишет, кто-то подает. Я думаю, можно напомнить, кто становился эко-гражданами. За какие дела, чтобы слушатели понимали. Очень многие были за те, кто садили в Ижевской области последний раз, девочка. В Удмуртии. В Удмуртии. Уже не первый раз слышу это сочетание у нас в студии Ижевская область. Ижевская область. Республика Удмуртия. Да, из города Ижевска она у нас высадила целый лес. Ну, это вот такие значимые. Потом становился наш активист, который свалку в Дресвяново доделся, чтобы ее ликвидировали. Да, причем он тогда был школьником. Ну, наверное, это наиболее такие вот... Расчистка водоемов там что-то еще было. Да, расчистка водоемов это все было. Потом там автопробеги различные были. Вот из последних лет, где премии уходили в другие регионы. Создание эко-школы для эко-ляд. Вот что-то такое были в Иркутской области или в Новокузнецке. Сейчас точно не помню. А вы на Кузбасс там были? В Кузбассе. Может быть. Потому что я уже не помню. Они все похожи. Почему похожи? Потому что экология, это стабильно. Либо посадка леса, либо мусор, либо дети. Либо расчистка чего-то, да? Да, либо спасение чего-то. Поэтому все вот такое вот одно и то же. Потом убрали номинацию по спасению домашних животных. Экозащита. Убрали ее в связи с тем, что зоозащитники, они очень скромные. Не только наши кировские, но и из других областей они тоже очень скромные. Не присылают заявки. Они присылают, но как-то не очень прям вот так. Вот они спасают этих животных. И они спасают. И они недовольны этим. Да, и в принципе они говорят, что мы делаем это от чистого сердца. В принципе все активисты, которые, волонтеры что-то делают, добровольцы, они делают это от чистого сердца. И иногда от них заявку выбить очень сложно. Потому что они считают, что раз я это делаю, почему я должен за это что-то получать. Хотя, с другой стороны, нужно как-то себя еще лишний раз прорекламировать, чтобы и власти на тебя как-то обратили внимание. Потому что ты с этой премии приходишь, и она у тебя там, например, на стене. Или еще где-то ей можно похвастаться. А было так, что, например, пришла заявка из другого региона, вам понравился проект, и вы эту идею реализовали в Кирове? Нет, такого не было. В основном идут все известные заявки от двух организаций. Это либо эко, либо мусора больше нет. Вот это самые такие активные экологи по всей стране. Это две сети экологических организаций, которые развиваются очень хорошо. И еще есть от мусора больше нет, есть новый проект сделаем. Но там и те же самые ребята, которые и в мусоре больше нет. То есть поэтому проекты практически все похожи. Сейчас как раз-таки идет прием заявок. Да, сейчас еще не забыла, вспомнила про третью номинацию. Это эко-воспитание и эко-просвещение. Это как раз для учителей. Тогда, по-моему, в 2014 году мы вручали Марии Воиновой номинацию за то, что у нас со студентами выходят и проводят мероприятия экологические. И возникла идея сделать номинацию именно для учителей. Вот поэтому в этом году мы наконец-то все-таки добились. Мы очень долго ждали, чтобы Министерство образования и науки Кировской области написали нам, что мы проводим эту премию при их поддержке. И в связи с этим мы ждем очень много заявок от учителей и преподавателей. Потому что, если даже они не победят в этой премии, мы выдаем сертификаты, которые они могут приложить. И уже при аттестации они будут иметь плюс один-два балла. Ну, у некоторых даже до трех. То есть мы пошли им навстречу, мы дописали. Хотя я очень не хотела. Я хотела сделать эту премию автономной. Но все-таки некоторые моменты нужно учитывать. И не только думать о себе, но и, в принципе, о людях. Заявки будут приниматься до? До 31 января. Января 2018 года. Да, мы продлили сроки. И награждение уже будет проходить в начале марта. То есть в февраль мы будем их оценивать. И, может, даже в конце февраля, пока мы еще тут думаем о помещении, мы примерно уже определились, где мы хотим. Но еще вот тут одни переговоры нужно провести. И, в принципе, может быть, либо поменяем, либо оставим там, где хотели. Пока не буду говорить, где. Да, скажите, пожалуйста, вот заявок больше от, ну, я сейчас возьму в кавычки, профессиональных экологов, ну, вот от таких людей, как вы, которые состоят во Всероссийской экологической организации и в своем регионе делают дела, либо от, ну, так скажем, любителей, да, которые как раз, ну, живут обычной жизнью, но дополнительно, да, учителя... Например, школьный, школьник, например, там вот... Я бы сказала 50 на 50. Вот. И немножечко Юлю подправлю. Я уже не состою во Всероссийской экологической организации. Мы ее отдали Анастасии Скурихиной, нашу Всероссийскую организацию передали, то есть она наша преемник. И, как бы, мы отошли от Всероссийских. У нас есть свои проекты. Мы имеем в виду эко. Эко, да. Эко, да. А вот. Юля спросила, кого больше, да, профессиональных экологов или любителей больше. 50 на 50. То есть есть и учителя, которые, в принципе, занимаются этим по стольку, поскольку у них там год экологии их обязывают, или там какие-то мероприятия они проводят тоже. И экологи профессиональные. Но совсем вот такие вот профессиональные, радикальные экологи, они не участвуют. А радикальные экологи это кто, значит? Ну, у нас вот есть знакомые в городе Сыктывкар, которые выходят, фотографируют, их там задерживают разливы нефти. И вот после этого они, ну, как бы с ними дальше идут разбирательства, задерживают. Здесь такие экологи не подают заявки. Так, давайте тогда сейчас проанонсируем, куда отправлять заявки, где можно найти ваши контактные данные. Заявки отправляются на greenfamilygroup.com Greenfamilygroup. Наверное, можно загуглить премию отлично. Да, можно загуглить премию отлично. Можно у меня прямо на страничке ВКонтакте. Очень многие СМИ выходят таким образом, из других регионов тоже выходят через ВКонтакте, социальную сеть. Можно также выйти, либо через Фейсбук. Я всегда открыто могу написать, если кто-то не может найти положение на каких-то сайтах. Ну, такое бывает тоже. В принципе, могу отправить. Хорошо. Ну, и не забываем все-таки про тему, с которой мы начинали. 10 декабря. Эко, красота и жизнь. Это воскресенье. Воскресенье. В библиотеке имени Герцена. Да, читальный зал. Вход свободный. Может любой желающий попасть на это мероприятие. Спасибо. На этом завершается программа «Дневной разворот». Наши гости Ольга Шаклеевна и Светлана Шевкунова. Светлана Шевкунова, ведущую Люфанасьева. И Владимира Сметанина. Да, мы прощаемся. Всего доброго. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова